я яблоня якутия якутия опять на я я к вам и якутия 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 последняя буква р значит р якутия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и, в принципе, нам тоже. Ну и вообще их делали на скорую руку, поэтому так и получилось. И вот их надо разобрать, выкрутить все шурупы и решили дать это задание детям. И уже вот, как вы видите, дело подходит к концу. Большие молодцы, перебрали весь картофель. Потом Стас друг пришел, и поэтому дружно тут все вместе с другом работают. Получается, дочь? Получается у вас-то, да? Да, получается. По очереди выкручиваете? Да. Да? Нет. Максимка шурупы собирает. Покажи, сколько там уже ведерки, сыночка. Он половину прогулял. О, сколько уже выкрутили, молодцы. Интересно? Ему нельзя, потому что он прогулял немного. Дочь, интересно? Да. Да? Не устали? Нет, не устали. Не устали, но молодцы, молодцы. В общем, будем делать новые опоры. А я уже замесила тесто на куличи. Главное, чтобы оно хорошо подошло. И будем их потом печь. Сашуля там освободил полностью комнату в сарае. Сейчас там хоть что-то делать, наверное, брудер для наших маленьких бройлеров. И будем их потом переселять. Растут они все равно быстренько. И вот коробка, которая сейчас в доме у нас очень быстро станет мала. И вот, кстати, знаете, как хорошо, что я не поторопилась в этом году с рассадой. Хотя многие меня в комментариях подгоняют, что уже пора все высаживать. И вот, пожалуйста, у нас сегодня был мороз. Я не знаю, сколько ночью. Виноград весь замерз. Вот буквально вчера, позавчера вставляла вам кадры, как было все красиво, зелено. И как это выглядит сегодня. Посмотрите, вынесла на улицу я цветы, петунью. Вот что осталось от виноградика. Ну, будем надеяться, что он потом отойдет и пойдет все с корня. Представьте, сейчас была бы у меня рассада на огороде. И от нее просто ничего не осталось. Вот так вот. Лучше не торопиться. Все успеет вырасти. И я даже не переживаю по этому поводу. Пришла тут к Сашуле. Он в настроении улыбается. Тут что-то хохочет. Уже полностью смотрю. Освободил комнату. Кстати, в том году у нас тут жили какое-то время бролеры. А потом уже переместили в более большие апартаменты. Вот полностью тут освободилась. Сейчас думает, как что делать. А я хочу пойти в цветник. Мне надо полностью мою клумбу застелить материалом. Все подрезать, подогнать. И, кстати, я торопиться, чтобы сейчас высаживать цветы не буду. Тем более, смс приходило, что будут заморозки. Поэтому успеем их высадить. Не дай бог, все замерзнет. Будет очень жаль мою лаванду, бетунью, вербену. А потом уже просто бери, высаживай, когда все сделано. Панели, видите, пригодились. Это мы когда шкаф разбирали на стенку. Отдали, когда мы еще только, помните, переехали в Россию. Спасибо большое. Очень долгое время она была с нами. И вот мы ее полностью разобрали. И эти детали всегда где-нибудь пригодятся. Поэтому ничего не выбрасывали. Ладно, все, пусть он тут делает. Потом уже покажу вам, какие здесь изменения. И, кстати, сейчас достали коробку. Вчера ведь мы помыли инкубатор. Все, надо его уже убрать. Да, Сашуль? Да, Сашуль. Ладно, давай. У нас там веник висит для баньки. И тут кто-то стоит. Вот солнышко спрячется, прям прохладно. Я эльфуша обиделась. Спряталась в будке, даже носу не высовывает. Привязали ее. Ну а что? Дети, не дай бог, укусит все равно. Как ни крути, какая бы она добрая ни была, собака есть собака. И не знаешь, что ей взбредет в голову. И цветочки я свои вынесла, поставила здесь. И сейчас покажу, как мы клумбу-то сделали, что у нас получилось. Дети, я вам поверю. Дети, я вам покажу, как мы клумбу-то сделали, как мы клумб-то 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 сделали, как мы клумб- Зашла в дом, Анюту попросила посмотреть тесто, она вышла, говорит, мам, оно у тебя убегает. О, как хорошо поднялось, я вот хочу его сейчас поставить на второй раз и уже в более такую большую чашку. Ой, воздушное-то какое! В том году, помните, как я переживала, но не хотела вообще ни в какую подниматься. И вот в этом году все пока складывается хорошо. Я нагрела немножко чайник, нету кипятка, тепло, не стала ставить именно в духовку, решила, ну вообще я всегда на чайник ставлю, и все прекрасно. Вот такое вот у меня тесто с изюмом. О, это прям чашка хорошо будет. Все, ставим снова. Сейчас еще раз так сделаю. Ставим снова, пусть стоит. Мы с вами идем дальше. На улице, кстати, поубирала яхтуев, все внутри, все сухие ветки. Очистила их. Хотела еще сделать душ, но обещают заморозки. На улице прохладно, поэтому не надо, я думаю. Чайник теплый, нормально. Отодвинем, наша чашка вместилась. И все, пусть стоит, наше тесто поднимается. Партук накинула сверху, а то в рабочих вещах. Не знаю, тоже мне многие ругают, надо партук работать. Не знаю, мне так удобно. Мне нравится без него, и ничего не сказала бы, что прям вещи какие-то заляпанные и грязные при готовке становятся. Все, хладненько, да, где-то порой может что-то карнуть, но не критично. И как же мне нравится эта прозрачная миска. Так интересно наблюдать, вот куда тесто поднимается. Все, помнили сразу, чтоб ничего не валялось. Не люблю вот приготовки, чтоб кухня была захламлена. Сразу стараюсь все мыть и убирать. Вот. Ой, сегодня еще подстилку будем менять роллером. Все загадили, вроде вчера чистые пилки были, а уже сегодня как будто ничего не меняли. Кстати, вот вчера детям нарезала я пастилу с сахарной пудрой. Смотрите, как смотрится камера. Фокусируйся. О, красивенько, да? Очень мне нравится эта баночка. И вот так вот стоит на столе. Можно потом туда и сосульки какие-нибудь мелкие, конфеты такие, либо печеньки. Хм, прикольно. Продолжение следует... О, красивые стремятся. Продолжение следует... 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 Просыпем, высадим цветы. Даже можно, знаете, потом где-то расставить кашпо, которое я купила и уже высадила в них цветы. Думаю, что будет красиво. Ну и да, надо вот тут тоже все доделать. Газон посеять, эти камни разбить. Ну, мы ждем дождя. После дождя будет все мягкое и легче. А то сейчас бьешь-бьешь, а толку, знаете, особо никакого нет. Ну вот, ладно, сейчас этот кусочек доделаю и пойду заходить в дом. Ну и покажу вообще, что там сделал папа за это время. Пришла тут к Сашуле, думаю, вам заодно сниму, покажу, что он сделал. И сейчас так посмеялись, я говорю, что тут за тюрьма такая для наших цыпок получается. Сашуле, расскажи немножко. Будет наверху ящик такой. Осталось тут залепить чем-нибудь. Чем-нибудь что найдем в своем. Хотела сказать хламе, но этот хлам, знаете, всегда к месту. Что-нибудь там мы найдем и есть где применить, да, Сашуль? Ну да. Не знаю, тут сетку сделать, будет холод, быстро заходить. Хотя сейчас не сильно будет, но это холодно, да? Да, и не пишите, что они задохнутся, там есть вентиляция. Тут везде есть дырки, тут сверху есть дырки. Вентиляция специальная. Ну я предлагаю хотя бы поставить им стекло, как вообще на них, говорю, смотреть. А зачем на них смотреть? Нет, а как ты их чистить будешь, я не пойму, они же могут бежать и упасть. Вот открыл дверку одну, почистил, закрыл. А они понимают, что это высота? Конечно понимают. А то полетят все вниз. В общем, предлагала я ему купить сетку. Многие просто там советовали. Сетка, и не надо мучиться, да, чтобы чистить вот эту вот подстилку, менять и так далее. Ну, хозяин прям категорически против. Не, ну да, сетка, им же неудобно ходить будет, пальцы будут застревать. Ну и больно, но больно, говорит, лапкам будет. Вот представь, сама говорит, походи по сетке и по полу ровному, где тебе будет приятно. В общем, не знаю, я в эти, честно, особо дела не лезу, потому что я не строю, я не мастер. Поэтому, как ему надо, пусть так и делает. Не, ну, Сашуль, тут стекло надо точно поставить. Музы, почему? Ну, хоть смотреть, вот пришел, посмотрел, как они там что-то открывать. Не, может, сетку здесь поставить? Ну, или сетку поставить. Мне кажется, этой вентиляции не будет достаточно. Попробую сетку поставлю, если будет там холодно. Да, если холодно, градусник повесить. Можно будет там сетку закрывать наполовину. Вот, видите, такая вот вентиляция. Вот так. Хорошо, ну. А лампочка как висеть будет? Ну, вот так, снизу. Ты уже придумал, тоже. А, через эту можно будет. Ну, да. Ясно. Ладно, ты когда мне будешь делать четырьки? Закрепить надо материал, а то все улетит. Песком засыпь. Кого песком? Потом таскаю его туда-сюда. Кипичи можно положить. Ну, доделать надо уже сегодня, Сашуль. Доделать. Давай. Доделать надо. Ну вот. Показала вам. Потом еще, когда будет уже полностью готова клетка. Потом еще вам покажу. Вообще надо тут побелить. Нет? Снизу он, видите, опять. Можно все идти, я буду стучать. Хорошо, все серое, грязное. А сверху так надо было пыль собрать. Но не успела. Вышла. Он уже тут вовсю делает. Выгнал меня. Ну, что я буду спорить. Я и ушла довольная. Что ничего не надо делать. и поехали. Дальше. Ну, все. Мама, я вообще заходу не плюнусь. Ладно, посъеху. Все, иди сейчас, скажи, не пай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok Зашли наконец-то все в дом. Дети сейчас пойдут купаться, а я начинаю раскидывать тесто по формочкам. Кстати, я всегда их смазываю маслом. Все пишут по-разному, кто-то смазывает, кто-то нет. Хотя да, и тесто маслом добавляю, но все равно смазываю. Кстати, форму я всегда убираю, мне наоборот, как-то не нравится, когда вот именно куличи вот в формах. Так, это масло мне подкише поставить неудобно. И тесто, о, как подошло у меня, вот, хорошо, оно прям выше было. Сейчас немножко я его придавила, опустилась. Так еще я нечаянно придавила ее. Я полностью закрыл, и вот этот горь подпустился. Ты тоже придавила? Я еще мусенько придавил, когда чаю приходил нам налить. И надо было убрать эту миску с чайника. Все, вот так немножко. Так кажется, что прям сильно на самом деле. Не так себе. Не знаю, уже подымется, не подымется. Какие получатся. Всегда переживаешь такой волнительный момент. И сразу спожжу, как мама тоже переживала, что были вкусные. Хорошо поднялись. А сошеликом, кстати, этот подстилку. Голлером меняет. Вот он уливает. Вот сыпь. Сейчас будут ставить яйца, варить и с детьми красить. И, кстати, я высадила цветы. Гладиолусы, георгины. И также решила вдоль забора посеять еще сыне майором. Такие они у нас шикарные, большие, красивые. Тем более семян хватает. Думаю, пусть растут. Радуют такие яркие, красивые. В центре уже будет газон. Кстати, на улице так вообще покроводало. И напишите вообще срезать мне эти цветочки. Я вот читала, посоветовала мне обрезать сейчас на пятуньи их, чтобы потом они более пышно свели и было их больше. Но вот и, честно, даже жаль, как-то такую красоту. Но пока три формы, потом еще будет тесто. Останется еще много. Духовку поставила тоже разогреть. О, помяла, да? И уже не осталось ничего. Вот такое прям. Вроде как пористое. Так, наверное, маловато, побольше надо. Аня, вот тут все пришла, не терпится, да, дочь? Украшать. Она хочет крем взбивать. Я хочу яйца разбивать. Для крема же надо яйца разбивать. Мне нравится. Посмотрите на мою счастливую помощницу. Я раскидала тесто. Поставила его подходить в духовку. Разогрела ее немножко предварительно. И потом уже, как оно подойдет, можно будет печь наши куличи. А Анюта делает крем. Отделили мы три белка. Насыпали один граненый стакан сахара. Его сейчас она все это перемешает. Немножко постоит. Потом перельем побольше миску. И легко можно будет взбить глазурь. Еще можно добавить немножко лимонной кислоты. А будем? Да, ему тоже добавим. Ну все, помешала. Хватит. Убирай пока, дочь, венчик. Ну или пусть с венчиком стоит. Я не знаю. Получилась у нас вот такая. Может быть, не очень, да? Такая на вид. Констиненция. Ой, язык можно сломать, пока вы говоришь. Констиненция. Вот так вот помешали. Все, пусть стоит. Хотя можно, наверное, сейчас прям сразу лимонной кислоты добавить. Давай. Нет, я хочу просто добавить. Я буду добавить. Ну давай, хорошо, доставай. Достань. Я знаю, как она выглядит. Ну ты знаешь, как она выглядит. Это не кислота. А Максимка там учит проект. У него в понедельник будет защита. Кстати, родителям можно будет присутствовать. Вот, наверное, пойдет папа. Они готовили вместе с ним. Поэтому, да, пусть и идет. Мама, как она выглядит? Ну, желтенькая дочь такая. Забыла, что ли? Упаковка желтая. Дай. Вот она. Ну, конечно, ты ее туда спрятала. Прямо на кончике ножа. Прямо капельку, капельку, дочь. Добавь, ладно? Один. И все. Ладно, отключаюсь. Буду контролировать. А то сейчас вдруг что-нибудь пойдет не по плану. И время у нас, чтобы вы понимали, десятый час. А мы домой зашли в девять часов. Весь день просто пробыли на улицу. Пока хватит? На улице. Но можно побольше. Ну, зато все сделали, что хотели. Пришли посмотреть сыпок. Сашуля тут поменял им подстилку. И смотрю, уже прям так хорошо поднагадили. И сейчас так один смешно спал. Лапки так вытянул. Вон пьют водичку. Уже прям такие бодрые. Кто-то спит, кто-то ест. Вон, в кормушку залезли и сидят. Ну, сейчас как потеплеет на улице. Все. Переселим их в более большие апартаменты. А потом, когда подрастут, потеплеет еще больше на улице. Уже можно будет их с той клетки перенести на пол. Пусть меня увидят. Увидишь, если у нас гулять будет. Такие милые. Ну да. Пока маленькие, все милые. Такие гвоздь. Такие гвоздь. Такие гвоздь. Угу. Такие пустоты. Ну, такие теплые и мягкие. На кухне тут готовка идет полным ходом. Уже подходит время, чтобы достать куличи из духовки. Вот приготовила шпажку, чтобы один попробовать. Если будет сухая, то уже можно. Там яйца закипели. Здесь капуста на голубцы. Фарш уже тоже приготовила. А крем пока не взбивали. Аккуратненько один куличи достань. Посмотрите, как хорошо они у меня подошли. Золотистые. Красивые. Горячие, да, аккуратно. Изюм так. Что, эти закрыть, нет? Сейчас, подожди, быстренько проверим. Ну как? Вроде сухая, да? Посмотри. Сухая? Ну хорошо. Не видно. Нет, ну тесто нет. Все. Вошла, вышла. Сухая. Так, и давай, который побольше еще достань. Я так побольше достала. Нет, там самый с краю побольше. И он немножко такой, почему-то темнее даже. Получился. Хотя на одной высоте. Этот прям такой светлый. А этот потемнее. О, как подошли. Такой ровный, красивый. Проверяем. Шпажка наша. Тоже вышла. Ну, 35 минут готовится. Так и должно. 30-40 минут. Ну все тогда будем. Наверное. Доставай, наверное, все. Все. Легенькие, Сашоль? Не тяжелые? Ну так, да? Да. 5 килограмма, 3 надо. Угу. Вот так и должно быть. Сейчас еще эти сразу проверю. Не, ну вот все. Сухая спаска. Так, а тут как будто бы не пойму. Все, я уже выключился. Выключил. Сейчас еще раз проверю. Чи, да? Нет, шоклый. А у меня что, горячий? Не знаю, какое лицо выберу. Давай, сейчас. Ты че, что? Крути. Давай еще другой стороны. Она вот слоями, наверное, видишь? Она высыхает, потом другой. Нет, все минуты нет. Правильно, давай еще. Нет, папа, не прийдет. Нет. А у меня не лечит, что-то. Мне наоборот. Все уже высыхает. А? Что, дать тебе еще раз? Нет, папа, не прийдет. Не надо? Нет. Такие красивые получаются. Вот лучше, молоденькая. Ой, прям фиолетовая, фиолетовая, да? Яркая. Один Максимка отказался, не хочет. Аккуратно. Папа там капнул, я не пойму, на пол или на шорты. На пол нет, серьезно? На шорты с к стволом. Аккуратненько, Сашуль. Сашуль, тебе правда капает все без конца. Сейчас все будет в краске. Проверила, это вода капает в перчатки, мыли, а я уже думала краска во все стороны. Тебе надо было, кстати, на синим золото клеить, у нас есть два серебряных. Да? Да. Ясо. Ой, какое красивое. Что у меня маленькие, у папки большие? Ну, папа себе какие-то огромные выбирает. Ну, ладно. Я беру самое дерево, которое я делаю. Пусть красят, а я пойду голубцы делать. Причатки большие? Перчатки большие, а руки малые. Папа. Папа! Краски, еще просто подержать. Пусть краска высохнет. . Не больно, что да, он поднимется. Пусть краска не поднимается. Ну, наверное. Пусть краски еще высохнет. Четка высохнет. начинаем украшать куличи и максимка пришел тоже хочет украсить один свой ну так давайте я наверно да побольше макнуть мы крем любим да а можно если останется попробуем достанется выбирайте посыпки нет сами украшайте как я выбирать звездочки мои и это дельфинариум дельфинариум не берем так если звездочки но шарики до звездочки украшайте потом я следующий макну я забрал ну вот сюда идем там анюха пусть а ты идем сюда хочу вишенку на торте ману красота же будет самым необыкновенным я его папке дам я его или сам себе звездочками рядом ты глава